Посредством того, что тот зарабатывал сам. Среди ансаров были еще более лучшие примеры. Каждый из них жертвовал своим имуществом, жертвовал своим домом. Они дали приют беднякам из мухаджиров, несмотря на то, что не были связаны родственными узрами. Ансары. Они любят их сердцем, в этом все дело. И даже более. Даже если ансары нуждались, то они все равно жертвовали своим имуществом. Ансар сам нуждался в доме, но дарил его, отдавая предпочтение не себе, а брату мухаджиру. Так образовалось одно из наивеличайших государств. Люди объединились и полюбили друг друга, хотя до этого были разобщены, враждовали и боролись друг против друга. Однако, несмотря на это, Аллах поместил в их сердца любовь друг к другу и соединил их. И тогда появилось величайшее исламское государство, где жители любили друг друга. Таковы были основы этого благодатного государства. ХАДИХ ДАВЛАТИ АЛМУБАРАКА Меддин После возведения мечети, мусульмане Меддин и стали собираться там для совершения общих молитв, дожидаясь времени их начала. Но тогда не было ничего, что могло бы быть сигналом, призывающим на молитву. Люди начали размышлять и предложили использовать рог, подобное иудеям. Однако пророк, да благословит его Аллах, приветствует отверг это предложение. Затем решили использовать колокол, подобно христианам, но это тоже было отвергнуто. Пророку пришел ансар по имени Абдуллах и Бензейд и рассказал, что он увидел во сне мужчину в двух зеленых одеждах, держащего в руках колокол. Абдуллах во сне спросил его, продашь ли ты мне этот колокол? Тот спросил, что же ты будешь делать с ним? Буду призывать людей к молитве, ответил он. Тогда мужчина сказал, не указать ли мне тебе на то, что лучше этого? Абдуллах согласился. Мужчина сказал, говори, Аллах велик. Аллах велик. Аллах велик. Свидетельствую, что нет никого достойного поклонению, кроме Аллаха. Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха. Этот человек обучил его во сне Азану. Абдуллах рассказал этот сон пророку, да благословит его Аллаха приветствует. И пророк понял, что это указание на призыв к молитве. Посланник Аллаха сказал Абдуллаху, стань вместе с Белялом, подскажи ему эти слова, и пусть он произносит их. Тот спросил, почему он? Его голос сильнее твоего, ответил пророк. И с этого времени Белял, когда наступало время молитвы, поднимался на дом одной женщины из племени Бану-Наджар, который был самым высоким домом, находящимся возле мечети, и начинал громко призывать к молитве, возвеличивая Аллаха. И люди за ним начинали возвеличивать Аллаха. Каждый раз при наступлении времени молитвы поднимался Белял и провозглашал Азан. Таким образом Азан стал предписанием для каждой молитвы. В Медине проживали также иудеи. Как только пророк пребывал в Медину, они сразу же начинали проявлять свою враждебность по отношению к нему. Так они поступали со всеми пророками. Несмотря на то, что они ожидали прихода пророка, знали о его приходе и даже угрожали людям его приходом, несмотря на это, как только он прибыл, они проявили враждебность по отношению к нему. София бин Хувей ибн Ахтаб, да будет доволен ею Аллах, которая до принятия ею Ислама и до выхода замуж за пророка, исповедовала иллоизм, рассказала. Она рассказала, я была любимой дочерью своего отца, а ее отцом был старейшина племени. В день, когда пророк достиг места Куба, я сидела у себя дома, и вдруг ко мне вошли отец и мой дядя, Ясир ибн Ахтаб. Вошли Хувай и Ясир. По их лицу я поняла, что что-то произошло. Я пыталась поиграть с отцом, но он не повернулся. Так что же произошло? Она продолжает. Мой дядя, Ясир, спросил отца, он ли это? То есть, тот самый ли это пророк, упоминание о котором мы находим в наших книгах? Тогда Хувай ибн Ахтаб ответил, да, это он. Он хочет сказать, что это и есть тот пророк, который упомянут в книгах и о котором извещали они людей. Тогда Ясир сказал Хуваю, удостоверился ли ты в этом? Удостоверился ли в том, что это и есть обещанный пророк? Тот ответил, да, удостоверился, это действительно он. Ясир спросил Хувая ибн Ахтаба, что же ты будешь делать? Тот ответил, клянусь Аллахом, я буду враждовать с ним, пока не умру. Аллах велик, знает, что это пророк и уверен, что это пророк, ждет его и сообщает о его скором прибытии людям. Но когда удостоверился в этом, говорит, я буду враждовать с ним, пока не умру. Они уверены в том, что это и есть посланник Аллаха, как бывает, мужчина уверен в своих сыновьях. Велик Аллах! В тот день, когда иудеи узнают, что Аллах отправил им пророка, они упорствуют во вражде к нему. Иудей по имени Абдуллах ибн Салям был ученым мужем. Он рассказывает, когда я услышал, что приближается пророк, я работал на пальме. У меня в то время была моя тетя. Когда я услышал, что пророк подошел к Медине, я провозгласил, Аллах велик. На что моя тетя сказала, да пошлет тебя, Аллах, печаль. Если бы даже ты услышал о приходе Мусы ибн Имрана, то не обрадовался бы больше. Тогда я сказал ей, о тетя, он и Муса, братья, это пророк, и тот тоже пророк. А тетя сказала мне, это тот ли пророк, о котором нас обрадовали, и о котором было сказано, что он будет послан при приближении часа? Я ответил, да, о тете, да, это действительно он. Он продолжает, затем я пошел к нему и посмотрел на его лицо. И с первого взгляда я понял, что это лицо, лицо не лжеца. Это говорит ученый муж иудеев. Он говорит, я сидел у пророка и объявил, что принимаю ислам, а затем сказал, о посланник Аллаха, воистину, иудеи племя лжецов. Когда они придут к тебе, спроси их обо мне, расспроси их, кто я для них. Ученые мужи иудеев захотели прийти к пророку, чтобы удостовериться в нем, расспросить его, да благословит его Аллах и приветствует. Абдуллах продолжает, я спрятался у посланника Аллаха. Он спрятался за стеной. Когда приблизились ученые мужи иудеев, чтобы расспросить пророка о религии, об исламе, он спросил их, каково положение Абдуллаха и Бансаляма среди вас? Они ответили, он наш ученый и сын ученого, он наш господин и сын старейшины. Пророк сказал им, что вы скажете, если он примет ислам? Те ответили, мы прибегаем за защитой к Аллаху от того, чтобы он принял ислам. Абдуллах и Бансалям примет ислам? Это же ученый среди нас. Тогда вышел Абдуллах и Бансалям и сказал им, я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха. Посмотрев на него, они изменились в лице, а затем сказали, он самый плохой из нас и сын самого плохого из нас. Аллах велик. Немногим ранее они говорили о нем, как о господине и сыне и господине, а сейчас наихудший из нас и сын наихудшего из нас. Абдуллах сказал, о посланник Аллаха, разве я не говорил тебе, что иудеи лжецы? Они стали враждебны по отношению к посланнику Аллаха, как только он прибыл в Медину, несмотря на их знания и уверенность в том, что он действительно посланник Аллаха. Расулу Аллаху. После того, как пророк урегулировал отношения между мусульманами в Медине, осталось урегулировать отношения с иудеями, которые жили по соседству с ними, племенами Бану Кайнука, Бану Аннадыр и Бану Курейза. Это были самые близкие по местонахождению к ним немусульмане. Пророк, да благословитого Аллаха приветствует, урегулировал с ними отношения. Между ними и пророком было заключено справедливое соглашение, основой которого было непринуждение в религии. Он не принудил их исповедовать ислам, не принудил их веровать в то, во что веровал он. Напротив, он оставил им свободу выбора в вероисповедании. Это были первые отношения на государственном уровне между пророком и неверующим. Иудеи проживали по соседству с пророком, да благословит Аллах и приветствует его и его дом, пользуясь всеми своими правами. Однако многобожники Курейшиты, проживающие в Мекке, не оставили пророка, да благословитого Аллаха приветствует и его сподвижников в покое. Они связались с головой лицемеров, с Абдуллахом ибн Убеем ибн Салюль, и стали побуждать его к войне. Когда они встретились с Абдуллахом, старейшина Курейшитов многобожников сказала ему, «Вы приютили Мухаммада и тех, кто поменял свою религию, они же переселились от нас. Или же вы будете воевать с ними, или изгоните его, или, клянусь Аллахом, мы будем воевать против вас, перебьем ваших бойцов и захватим ваших женщин». Абдуллах ибн Убея воспользовался возможностью и стал настраивать свой народ против посланника Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует. Однако, услышав слова пророка, да благословитого Аллаха приветствует, «Неужели хотите вы сражаться с вашими детьми и братьями?» Они отказались от этого и разошлись. Все они покинули Абдуллаха, ибн Убея, ибн Салюля. В начале пророку, да благословитого Аллаха приветствует, было сложно обосноваться в Медиле. «Опасность поджидала сподвижников и всех мусульман». Аиша даже сказала, «Однажды я была вместе с пророком в месте его приюта и услышала, как он сказал, «О, если бы нашелся праведный человек, который охранял бы меня сегодня ночью!» «О, если бы нашелся праведный человек из моих сподвижников, который охранял бы меня сегодня ночью!» Аиша продолжает, «И мы услышали звон оружия у двери дома». Пророк спросил, «Кто?» Человек ответил, «Это Саид ибн Абу Ваккас, о посланник Аллаха». Пророк спросил его, «Что привело тебя сюда?» Саад ответил, «Я испугался за тебя, о посланник Аллаха, и пришел охранять тебя». Его направил великий и всемогущий Аллах. Успокоился пророк, да благословитого Аллаха приветствует, и заснул в ту ночь. После этой ночи сподвижники по очереди охраняли посланника Аллаха. Так было в первые дни пребывания посланника, да благословитого Аллаха приветствует, в медине. Пока они не спослал великий и всемогущий Господь аят, успокаивая пророка. Тогда пророк, да благословитого Аллаха приветствует, сказал сподвижникам, «Оставьте меня! Воистину, всемогущий и великий Аллах взял меня под защиту. Всемогущий и великий Аллах охраняет меня. Аллах хранит своего пророка, Аллах защищает его». Прошли дни, а многобожники все еще пытаются найти способ напасть на посланника Аллаха и на его сподвижников. «Как они выскользнули из наших рук», — думали они. В это время ансар Саад ибн Муаз отправился в Мекку для посещения Каббы. Он остановился у Умеи ибн Халифа. Саад сказал Умеи, «Найди для меня время, чтобы я совершил обход вокруг Каббы». То есть найди время, когда никого там не будет. Тот нашел такую возможность. Выйдя вместе, они натолкнулись на Абу Джахля. Он спросил Умею, «Кто с тобой, Омея?» Тот ответил, «Это Саад ибн Муаз». Тогда Абу Джахль заявил Сааду, «Ты спокойно ходишь по Мекке, в то время, как там, у себя, вы даете приют вероотступникам. Клянусь Аллахом, мы не позволим совершать обход». Они хотят помешать людям совершить обход вокруг запретного дома, вокруг Каббы. Тогда Саад ибн Муаз сказал ему, «Клянусь Аллахом, если вы помешаете нам совершить обход вокруг Каббы, мы запретим вам ехать в Шам». Абу Джахль словно испугался этих слов и сказал, «Клянусь Аллахом, если бы не сопровождал тебя Абу Сафуана, не вернулся бы ты домой целым». Саад пришел к посланнику Аллаха и сообщил, что многобожники запрещают им делать обход вокруг Каббы. Начался еще более опасный период жизни мусульман. Множились обиды, наносимые курейшитами. Несмотря на то, что Кабба не была их имуществом, ее построил Ибрахим. Она принадлежит великому и всемогущему Аллаху. Она была построена для поклонения и посещения. Она – первый дом, который был построен людям для поклонения. Однако, низость курейшитов и их коварство привели их к тому, что они запретили совершать обход вокруг Каббы. Прошли дни, опасность еще больше стала угрожать пророку, да благословитого Аллаха приветствует, и его сподвижникам. Каждый из них ложился спать с оружием. Подобно этому, в начальный период пребывания в Медине великий всемогущий Аллах не спослал разрешения начать новый период. Разрешил сражаться на пути Аллаха. Пророк, да благословитого Аллаха приветствует, оповестил своих сподвижников о том, что Аллах приказал им сражаться на его пути, чтобы сподвижники начали готовиться и тренироваться для борьбы на пути Аллаха. Пророк, да благословитого Аллаха.